Музыка Итак, мы продолжаем наш праздничный эфир. И сейчас наш гость, человек известный в нашем регионе, человек наш большой друг, директор Гродинского мясокомбината Анатолий Георгиевич Гришук. Здравствуйте, Анатолий Георгиевич. Добрый вечер, добрый вечер. Суберем вас. Да, спасибо, спасибо, Анатолий Георгиевич. Но для вас быть в центре внимания, в центре телевизионного какого-то внимания, наверняка не первый раз, а первый свой какой-то такой опыт общения с телевизионщиками, с гродинскими телевизионщиками, вы помните? Ну, понимаете, я с трудом это могу припомнить, именно первый. Первый, конечно, это были очень волнующие моменты, но я 30 лет директором, вам 50, вам было тогда 20. Вы тоже были так же молоды, как и я директор. Бесспорно, да, инфоповодов тогда было меньше. Потом они накапливались, мы стали строить, возводить новые цеха, и каждый раз в моем родном телевидении было, мы всегда рады вас видеть, и в коробчицах, и везде. Именно первые разы, примерно вот помню, это было в кабинете, мы там, наверное, и ваша техника была не столь совершенна, что мы там тратили, наверное, часами, то что-то свет не тот, то слышимость не та. Все это было, и с радостью об этом вспоминаем. Спасибо вам, что вы к нам приезжаете. Ну, теперь хочется надеяться, что техника нас никогда не будет подводить. Вот, кстати, недавно как раз-таки вспоминали ваш эфир с Татьяной Сидоренко, да, когда там со светом были какие-то проблемы. Ну, что-то лампочка взорвалась там, и что-то было. И практически в приемом эфире и на вас. Да, я думаю, так задумано. Как вы отреагировали? Я почти был уверен. Никто не пострадал, кроме пиджака. Да, я глазом не моргнул, думаю, это для эффекта. Если сейчас что-то случится, будьте уверены. Нет, сейчас уже как-то более усовершенствование, поэтому мы все продумали, особенно под вас. Но вас-то знают многие. А помните ли вы тех журналистов, которые вот 30 лет назад, которые с вами работали, и какие, может быть, есть такие яркие эпизоды взаимодействия, скажем так, такого творческого? Вы знаете, Надежду Соколовой не вспомнить это невозможно, ее наступательность во всех моментах. Если у нас время, я вам расскажу один из моментов из этого. Мы, правда, много снимали в коробчицах, тогда еще почти не было, но на предприятии мы искренне радовались. Каждый, так, съемки тогда уже центральные не так часто, сейчас стремятся. Я вчера был, кстати, на вручение диплома, и к нам опять там собираются многие приехать. Но я сказала, сначала с вами побеседую. И так встреча, 50 лет моим родителям, 50 лет совместной жизни. Мы нашли время, поехали ко мне в деревню Голынку Берестовицкого района, в наш просторный, хороший дом, и интервью. То же самое, долго готовились, все для моих родителей было вообще большая честь. Но, как и у вас, молодцы, ни о чем не говорим, о чем будем говорить. Вот садимся, говорит, Мария Ивановна, скажите, пожалуйста, как вам удалось 50 лет совместно прожить? Мама говорит, для того, чтобы жить долго и счастье, надо, чтобы муж слушался жену. Говорит, и только? Вот еще что-то? Нет, я вам говорю, муж должен слушаться жену, хотя дома совершенно не так. Она пользуется моментом, что никто... Говорит, ну мы это сотрем, давайте по-новой еще раз. Мария Ивановна, вы подумайте, вот семья у вас, дети объединяются, хозяйство что-нибудь. Хорошо, хорошо. Итак, что послужило вам так долго совместно жить и счастье? Нужно, чтобы он меня слушался. Все, и другого я вам ничего говорить не буду. Вот это, ну правда, мы вспоминаем в семье об этом часто, когда соберемся все вместе, к сожалению, родителей нет. Но этот случай связан как раз, видите, с вашим телевидением. А вы волнуетесь, когда, допустим, к вам приходят журналисты или вы где-то на интервью? Или они волнуются, наверное, больше. Но вы знаете, к сожалению, единственное, что у меня на все, как всегда, чуть-чуть не хватает времени. Я злюсь, что не хватает времени и не можно все вспомнить. Но волнаться уже не волнуется. Но вообще были неудобные для вас вопросы? Какой-то вопрос, вот, ну совсем неприятный вопрос. Нет, нет, у меня в жизни ни за что не стыдно то, что я делал. Поэтому неудобных вопросов мне задать невозможно. Ну, собственно, предприятие ваше шло в ногу и с развитием телевидения. Конечно же, вот такое взаимодействие у нас, слава богу, давно. И я надеюсь, что довольно плодотворно. Вот сегодня, насколько вот вы видите телевидение, тоже развитие, может быть, немножко отстает от развития комбината. Ну, понятное дело, комбинат уже шагнул вперед. Но как вам со стороны видеться телевидение? Ну, нет, нет, вы молодцы. Вас смотрят. И это главная оценка. Нас кушают. Тогда, наверное, это можно делать вместе. Бесспорно, что когда вот разговариваю с людьми в коробцах или где-нибудь, или там вот снимали вы День защиты детей, и я говорю, что... Мне говорят, что это будет тогда-то и тогда-то, допустим. Снимали во вторник, будет в среда-четверг. Да мы по-любому смотрим эти передачи. И, знаете, мне тоже искренне приятно. Я патриот этого города, области. И телевидение тоже. И телевидение тоже. Ну, естественно. Хорошо. Как начинается ваш рабочий день? Вот во сколько начинается ваш рабочий день? Есть определенное время? Вы поднимаетесь в такое время? Это каждый день ежедневно по будке? Нет, зачем мне? Праздник ваш. Нет, мне просто интересно узнать в вашем расписании. Есть время, когда вы точно обязательно включаете наш телеканал? К сожалению, я не могу спланировать свой рабочий день совершенно стабильно. Мы будем надеяться, что вы смотрите нас на повторе. Что было так. Мне просто секретарь говорит, что тогда-то и тогда-то же будут говорить или о нас, или что-то. А так новости все я с удовольствием смотрю. Игорь Ильич, а вот, может быть, на ваш взгляд, уже человек оптимого, каких, может быть, программ не хватает? И о чем бы вы хотели увидеть какие-то программы именно по Гроинскому телевидению? Что вас бы заинтересовало? Вы знаете, вы должны, поймите правильно, говорить о позитиве. Максим позитиве. И вы это делаете. В отличие, может быть, от всех. Я говорил это и белорусским всем первым лицам телевидения и так далее. Но это программа, эти фильмы о милиции, о нарушениях, НТВ и так далее. Это о бандитах. Это просто... Там страшно на улицу выйти. Это катастрофа. Не, мне еще нет, но ведь смотрят и дети, и поколение, и все. Больше позитива. У вас его достаточно, но, наверное, общайтесь с людьми, ездите по предприятиям. Люди хотят этого видеть, позитива. Это не только тупо реклама. Это просто информация населения, что делается в области, что делается в городе. И не только, что там ямы на дорогах или что-то, вот как это зачастую журналисты выдернут какой-то негатив. Ни в коем случае. Нужно об этом говорить. Сделайте эту программу, где кто, пусть посмотрит, кто... В поиске позитива, одним словом, да? Да. Не ЧП, а именно позитива. Да, да, да. Ну как воспитать человека позитивного? И опять же, извините, вспомню, в семье мне всегда говорили, думай о хорошем, говори о хорошем, и тогда у тебя все будет хорошо. Если ты будешь говорить о плохом и думать, беда придет. Я вам тоже больше позитива и больше информации. Спасибо, Анатолий Георгиевич. Мы, в свою очередь, конечно же, и рады тому факту, что вы, как уже человек опытный, известный и популярный в нашей области, тоже остаетесь с нами и всегда на нашей волне. Всегда с вами. Ну и, может быть, несколько каких-то теплых слов, если у вас они найдутся. Вы уже говорили, но как-то аккумулировали. Во-первых, вы молодцы, что делаете программу, что, ну не у каждого есть возможность на всю область заявить о своем юбилее. У вас об этом есть. Я вас искренне поздравляю. И еще раз, я сторонник как раз не зажимать праздники, а всесторонне его расширять, чтобы не только и ваш коллектив, и ваши друзья, и кто еще не был вашим другом, станет, увидев, кто вы и что вы. Поэтому от всей души. Сегодня все говорят о денег желают, чтобы вы могли обновляться. Я тоже искренне хочу, чтобы наше телевидение было достаточно во всех отношениях. Хороших репортажей вам. Доброй внутренней атмосферы. И больше встреч с нашим предприятием, с директором. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо и вам. Всего самого доброго. Спасибо. Спасибо огромное. А мы продолжаем. И у нас на прямой связи Надежда Маркевич с площади Советской. Она находится практически рядом с елкой. Принимает поздравления, пожелания. В общем, теплые слова от жителей нашего города. Давайте послушаем. Ой, провитание, Николай! Провитание, Надея! Третий час у города измерзлых собаках холодных, а ли все одно веншуем со святым любимый телеканал. Зменили декорации. Елочка какая пригожа. Зазяя. Зараз мы так само и тут доведаемся у людей, чими они будут веншовать нас. Добрый день! Як вы, пригожа, гуляете? Экскурсируете по городу? Привитание. Скажи раз-раз. 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 Все работает. Все она у нас на мази. Видите, что наше Гродинское телебачение святкует юбилейчик. Коли можно... Вот скажите, вы глядите по-перше? Бывает, глядим. Бывает, глядим. А вот таких бы проектов вы хотели побачить? Может, для деток что-то вот над Беларусь 4? Да, ой, застали врасплох таким вопросом. Даже не могу вам сразу так ответить. А вот подумать, мы не спешаемся. Некуды. До следующего юбилея можем стоять. Маша, что для деток мы хотим с тобой видеть? Мультики хочем? Да. А что вы нам пожадаете в такой чудовный день? Пожадать? Ну, естественно, здоровья. С наступающими праздниками поздравить, которые приходятся и подходят. Совсем уже на пяточки нам наступают. Да, идут вам. Вот, улыбок побольше всем нам. Доброго на двор я. Ой, тут ой. Побольше снега, мороза, хорошего. А мы вам ожидаем, чтобы у вас все было доброе и до полепшего, чтобы было год еще. Покульки. Спасибо, дякую вам. Покульки, покульки. Давай пять. Давай пять. Опа! Девчата, шморген в рот, стойте. Ой, девочки, тут скользко, зарек полячу носом. Как настрой? Очень хороший перед новогодней. Слава Богу. Ну, свято, все правильно. Девчата, такое пытание. Те глядите, вы белорусская, это ли ваше не гродинская областная наша? Конечно. Конечно. А скажите, коли ласка, вот чагоп можно было нам добавить, как вам еще тиковей было? Вы знаете, нам всего хватает. О, основательно так. Вышайший однако. Девчата, скажите, коли ласка, вот у нас просто юбилейчик просто. Коли можно повиншуйте нас. И что вы нам пожадаете? Конечно же, мы желаем всем вам и вашим сотрудникам крепкого здоровья, творческого вдохновения, хороших передач, много зрителей. Все самое наилучшего. А кого из наших телеведущих и радового ведущих вы ведаете? Олега Косаренко, Татьяна Сидоренко, Вольгу Пеляншук. Миколая Миколаевича, скажите. Миколая Миколаевича, это обязательно, конечно. Это руководство, конечно, мы ведаем. Дякую вам. Дякую вам с праздником. И вас так само. А что-то вы к ветке против мимо меня? Кому вы к ветке несете? У нас все-таки юбилей. Нам надо оставить. Я жарту. А вы глядите Беларусь 4? А редко. А редко. А ну все-таки глядите. А что нам такое зрабийсков выглядели частей? О, наверное, больше молодежных передач. А каких? Вот вы скажите, каких мы все заснимем? Про культуру, про движение молодежное различное в Гродно. Возможно, так. Ага. Вот. А вы, может, нам да поможете? Мы вас консультантом возьмем. Ну, думаю. Соглашайтесь. Николай Николаевич, надо брать. Вижу, что я понимаю. А поменьшуйте нас с юбилеем. Ну, что вам пожелать тогда можно? С юбилеем вас поздравляю. Больше вам зрителей, больше популярности, развития. Это, наверное, самое главное в наше время. Ну, и всего хорошего, да, капристианном месте. И вам того же самого. Спасибо большое. Надо ходить всеми святыми. И вас тоже. Ой, хорошие клетки уплыли. А у нас очередной гость. Спокойно, настойчивый человек, который никогда ничего не делает с горяча, но если делает, то до конца любыми средствами. Итак, наш гость Александр Ильич Антоненко. Человек, конечно же, известный в нашем городе. Человек, который занимал пост председателя Гродинского горосполкома или, как принято называть, мэра с 2001 по 2008 год. Здравствуйте, Александр Ильич. Добрый вечер. Ну, конечно, вы и телевидение вещи неразрывные, поэтому я не помню эпизода такого, чтобы вы отказывали в интервью. Бывало такое? Ну, я думаю, что такого действительно не было. Всегда приятно встретиться с людьми, с которыми можно обсудить, не только ответить, наверное, на вопрос, но и узнать самому что-то новое. Поэтому я всегда вспоминаю с теплотой то время, когда я был и мэром, наверное, и мне довелось очень много встречаться уже и на последующей работе. Всегда оставляли приятное впечатление, поэтому всегда идешь к вам с удовольствием. Спасибо. И вам спасибо, кстати, за то, что идешь с удовольствием. Мы тоже всегда с удовольствием идем и едем на работу, и вспоминаем то, что вот эта вот дорога асфальтированная, подъезд к нашему теледому, это вот то, за что мы вам тоже должны сказать спасибо. Александр Ильич, ну и вот то, что мы видим на экране, вот этот мост, это ваша заслуга в том числе, да? Расскажите о трудностях, так сказать, рождения этого ребенка или... Или все было легко? Ну, вы знаете, в общем-то, дорожная проблема для города наша, она остро стоит и сегодня, поэтому я хочу, наверное, ну, не тайно, а, в общем-то, проекты раскрыть. Планировалось даже два моста. И мы, ну, в первую очередь, естественно, это стояла проблема расширить наш старый мост, как его раньше называли, но основное всегда это упиралось в деньги. Но хочу сказать, что главным, наверное, инициатором был Владимир Игоревич Савченко, надо сказать, вспомнить и девушку Владимира Игоревича, которая в коротчайшие сроки сделали проект. В общем-то, совместными усилиями и города, и области, ну, что-то сделали. Ну, жаль, конечно, что... Но я знаю, что из проекта другой мост там построить выше по течению. Но я хочу сказать, что рассматривался еще один вопрос. Мы с Владимиром Игоревичем ходили. И вот Каложской церкви, там рассматривался один вариант. И второй – это возле карданных валов. Но я не знаю, может быть, перспектива когда-нибудь такая появится. Деньги появятся. Ну, а нужда уже она сегодня есть, по крайней мере. Ну, а если так поразмышлять, город без чего не город? Ну, город без Гродница не может существовать. Но, наверное, вы знаете, вот такие маленькие радости, которые телевидение приносит, я хочу сказать, это тоже большое дело. Наверное, и без телевидения город не может. Я всегда вспоминаю то время, это было начало 80-х, как я жил здесь, на бульваре Ленинского комсомола. То есть вы застали, когда вышку в эту ногу встали, да? Вот я когда ходил, ну, там я не помню, три канала, ну, плюс на крышу ставили, это на Польшу. Ну, мы смотрели полсад там и смотрели, ну… ТВП первые, да? Да, 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 ну, там три канала. И мы, когда шел я на работу, и каждое утро вот обсуждали. Вот подросла эта вышка, там еще креди эти появились, ну, растяжки имеется в виду. То есть город, ну, с такой надеждой и заинтересованностью следил за развитием нашего, можно сказать, телевидения в то время. Это была, наверное, одна из самых грандиозных строек. Вы уже работали в горосполкоме, когда была такая программа, как «Только по пятницам». Ну, да. Вы ее, наверное, застали, да? И программа достаточно критично подходила ко многим вещам. Где-то как вот вас там где-то не касалось, когда, и как вы относились к этому? Или касалось все-таки… Вы знаете, я хочу сказать, это, наверное, не только телевидение касалось, а касалось, ну, тогда и вечернего Гродно, там, ну, что тут говорить. Были довольно критические статьи. Я уже отвечал однажды в газете на этот вопрос. Я всегда понимал и, в общем-то, понимаю, это доля журналиста, и это его профессия. И если, ну, его там куда-то вообще не заносит, чтобы чисто за сенсациями, если информация объективная, то это его профессия. Он должен добывать информацию и ее давать людям, чтобы было интересно. Поэтому у меня, в общем-то, ну, никаких проблем ни с телевидением, ни с газетами не возникало. То есть я имею в виду с журналистами. Ну, а если вы говорили, что город не город без гродинцев, то телевидение не телевидение без чего? Вы знаете, без людей то же самое, без специалистов. Я вот, ну, как говорят, у меня, я до сих пор поддерживаю прекрасные отношения с Александром Лосьминским. Мы его, ну, видели, это мэтр, блин, который, значит, кто-то уже в Израиле, там, кто-то уже в Минске. Но мы всегда, говорит, этих людей знали в лицо. Поэтому вот от, как от подачи информации, от человека, даже от внешнего, ну, на белорусском. У кого-то дыхание, скажем так. У меня выглядит, а меня уже на белорусский потянуло. Значит, очень много, значит. Поэтому, говорит, телевидение, это тоже люди, это тоже специалисты, это тоже корреспонденты, это тоже информация. Ну, нам, конечно, тоже хочется быть где-то там, скажем, лучшими, как в 2005 году, когда Гродно был занесен на мраморную доску по счету. Да, было дело, да. Какие-то, республиканскую. Как вспоминаете это время, с какими, так сказать, чувствами? Вы знаете, я хочу сказать, что, это же опять возвращаясь к людям, просто, ну, было, наверное, мне повезло о том, что было сформировано, вот, ну, где-то не без моего даже участия, команда, Егор из полкома, ну, про область я не буду, это высоко было. Было приятно с этими людьми. Я хочу сказать, это был не только 2005 год. Вот мы в то время раз, наверное, 5 были там на доске почета и по социально-экономическому развитию раза 3 или 4, пару раз были по благоустройству. То есть было, ну, как говорят, приятно с этими людьми работать. Каждый был на своем месте. Я с теплотой, вот, вспоминаю Анатолия Кумыша, это мой заместитель, который просто, он... Горел на работе. У него, ну, как, был фонтан или вулкан этих идей, его надо было останавливать. Говорит, Толя, подожди, говорит, давай разберемся сначала с деньгами, что у нас есть, потом твои идеи будем рассматривать. Ну, это у вас говорил экономист, разберемся сначала с цифрами, а потом... Ну, вы понимаете, без денег тоже много. Кто-то был, ну, спец, да, в стройке, кто-то в финансах, ну, в общем-то, было приятно работать. Сейчас программы вы смотрите, я имею в виду, в телевизии, что вам нравится, а что, может быть, нет. Может быть, частично касаясь нашего телеканала, но и вообще, если взять. Ну, вообще, вы знаете, если бы мы столько разговаривали о своих успехах, сколько говорим о проблемах Запада, это было бы чудесно, понимаете. Ну, у нас как-то, ну, я даже не говорю про... Не принято хвалить. Не, наши вот каналы, да, наши белорусские каналы, они больше рассказывают о Белоруссии, о своем. Вот приятнее смотреть наши даже белорусские каналы. Может быть, мне не нравится другое, это техническое оснащение. Но это опять, я думаю, вопрос... Дело времени, конечно. Да, это вопрос времени, который решается. Но российский канал, вы меня простите, когда я включаю, мне или Украина, или Франция, там, или... Или США. Допустим, Трамп. Да, или Трамп, и там, допустим, не сами разбираются. Поэтому приятно, когда, ну, как говорят, уже весь мир переходит к тому, и я уже неоднократно отчитал, что народ больше, как бы, консолидируется по местным проблемам. То есть региональные его больше интересуют. Вот, я говорю, вот это, наверное, заслуга и нашего, Гродненского телевизия, и Республиканского. Правильное направление. Я не могу сказать, там, острое, не острое, это уже другой вопрос. Это вопрос журналистики и времени, может быть. И людей, как вы говорили, да. Да, и людей, которые работают и делают это. Вы знаете, да, и приятнее все-таки слушать, но негатив тоже надоедает. Поэтому приятно иногда посмотреть и на поле, как люди на поле работают. А можно мы с вами посмотрим на такое выражение, вообще настоящий мужчина – это кто? Вот говорят, что настоящий мужчина должен построить дом, воспитать сына и посадить дерево. Сколько деревьев посажено вами, я думаю, их не счесть. Их было много. Ваших домов под вашим чутким руководством построено тоже очень много. Сын, я читала, у вас тоже есть. Вот на ваш взгляд, все-таки настоящий мужчина – это кто? Ну, вы знаете, настоящий мужчина всегда для меня был, по крайней мере, это человек, который, во-первых, берет обязательства. Если берет, он их выполняет, дает слово и его выполняет. Потому что, ну, как вам сказать, когда, ну, что-то говоришь и не делаешь, ну, это вообще. И должна быть, наверное, тоже ответственность прежде всего. Если ты взялся за дело, значит, его должен, как говорят, делать нормально или хорошо, по крайней мере. Про отличное – так уже как получится. Александр Ильич, давайте в завершение, наверное, мы вот… Если у вас что сказать, допустим, пожелание, каким бы вы хотели видеть телерадиокомпанию «Гродно», которая вот уже 50 лет, и что, может быть, стоит изменить, а что вас вполне устраивает, как зрителя, в первую очередь? Я бы вам сказал, как говорил Владыка Филарет, да, там, пожелать 100 лет, да, но он говорил, не ограничивай волю Божью. Поэтому сколько получится, чтобы… Главное, чтобы вы не теряли зрителя. Потому что сейчас очень большая проблема у нас, конечно, интернет, и молодежная аудитория, естественно, перетекает немножко в другую сферу. Поэтому вот эта конкуренция, она, ну, с каждым днем, она и будет возрастать. Поэтому, прежде всего, я хотел бы пожелать, чтобы вы выдержали вот эту суровую битву с интернетом, и, ну, на вашу сторону, ну, заинтересовали прежде всего молодежную аудиторию. Потому что это, в общем-то, наше будущее, которое будет формировать и нашу Гродничину, и политику дальнейшего нашего государства. Вот это, наверное, самое главное. Ну, естественно, всем сотрудникам хороших материалов, хорошей подачи, чтобы это было интересно, чтобы, говорит, смотрели. Ну, и, естественно, технического, творческого, ну, и развития. Ну, и, естественно, чтобы всегда был порядок и в доме, потому что если голова болит, это уже преддверенного года, тогда, говорит, о работе как-то меньше, думаю, чтобы всегда был порядок в доме и в семье. А мы еще добавим, наверное, вот для нас, такого же нам оптимизма, какой излучаете вы. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Отличные новости! Пятый элемент открывает новый магазин в Гродно. 15 декабря в 12.00 проспект Янки-Купалы, 16А. Торговый центр «Корона». Вас ждут подарки, развлечения и супер-скидки до 40%. А также 15 и 16 декабря соверши покупку от 50 рублей и сразу получи 20% мгновенных бонусных рублей на карту. Подробности по номеру 275. Отпразднуем открытие вместе! Пятый элемент. Пятый элемент. Джек-пот, спорт-плато. Шесть из сорока девяти. Посмотри на табло. Продолжает расти. Без криминальных новостей не обходились ни одни новости на телевидении Гродненском. И, конечно же, источником новостей зачастую были наше управление внутренних дел и районные отделы милиции. Ну и, конечно же, в них работал и в одном, и во втором, и в областном Иван Владимирович Маков, который к нам сегодня любезно пришел в гости. Последняя должность милиции. Первый заместитель начальника ОВД Гродненского область полкома, начальник криминальной милиции. Здравствуйте, Иван Владимирович! Здравия желаю, товарищ полковник! Здравия желаю, уважаемые ведущие! Я знаю, что вы всегда с пиететом относились к журналистам, к работникам Гродненской телерадиокомпании. И вы всегда находили контакт с ними, а журналисты с вами. Так ли это? Естественно, в работе любой правоохранительной структуры взаимодействия с средствами массовой информации телевидение в первую очередь оказывало практически всегда помощь в разных вопросах оперативно-розыскной деятельности. И одно из первых – это профилактика и предупреждение преступлений и административных правонарушений. Поэтому взаимодействие всегда было полное. И, наверное, оно более нам помогало не в работе наших подразделений, как больше профилактика правонарушений и преступлений среди наших граждан нашего города и гостей нашего города. Поэтому это взаимодействие оказывало нам практическую поддержку всегда. И средства массовой информации оказывали практическую помощь не только в таких вопросах, но и при раскрытии различных уголовных преступлений. Потому что всегда с тех наших уст, когда звучала какая-то информация, после этого добропорядочные граждане информировали нас о тех или иных происшествиях, что впоследствии позволяло раскрывать преступления и предупреждать правонарушения. Но ведь на самом деле, если сейчас очень много видеокамер в городе, в магазинах, и найти преступника становится гораздо легче. Ну а, скажем так, лет 10 назад телевидение – это вот было самое-самое главное. Естественно. При современном развитии нашего общества, с тем процессом, который в настоящее время проходит, естественно, улучшается и какая-то база информационная, и улучшается технический прогресс, потому что появились так больше, как камеры видеонаблюдения, но для фиксации каких-то правонарушений. И то, что было 10 лет назад, это, конечно, различие, что помогает теперь нам отслеживать и оказывать содействие при тех или иных разбирательствах при совершении преступлений и правонарушений. И в то же время это является хорошей профилактикой совершения и правонарушений преступлений. Граждане, которые видят, что установлены где-то информационные, стоят знаки, записки о том, что проводится видеонаблюдение, информационная, так сказать, пропаганда помогает раскрывать преступления и предупреждать в первую очередь, потому что люди понимают, что здесь вшляется контроль, и в любую минуту любое противоправное деяние будет прекращено. Иван Владимирович, давайте мы, может быть, вспомним из вашей деятельности, и вы вспомните фамилии, какие-то имена. С кем доводилось из журналистов в нашей телерадиокомпании работать? Может быть, какие-нибудь интересные эпизоды на память приходят? Практически в своей деятельности мне приходилось взаимодействовать с многими сотрудниками, которые работали здесь на телевидении, на радиовещательной волне. Это и Георг Островский, и, к сожалению, вот вспоминали сегодня Юру Малашиня. Ну, более кто молодые сотрудники здесь, с ними тоже приходилось работать и Олег Косаренков, и Татьяна Сидоренко. Но самый вопрос в том, что вот это наше взаимодействие всегда было прямым и открытым. Приходилось работать в разных условиях. Однажды при проведении мероприятий по изобличению преступника, совершивших хулиганские действия в центральной части города, в одном из зданий, когда представляло большую ценность само здание, не говоря о том, что находилось в этом здании. Вот выступление по телевидению и та реклама, которое было запущено, она позволила не только успеть раскрыть преступление буквально по горячим следам в течение суток, но и позволила нам более тесно повзаимодействовать уже с сотрудниками телерадиокомпании на своем каком-то бытовом уровне и позволила общаться более тесно в других. И когда мы выходили в эфир, после этого я сразу же прокомментировал вопрос раскрытия данного преступления. И ваши сотрудники, которые работали по этому материалу, впоследствии также награждались нашими знаками, так сказать, милицейскими за добросовестное отношение к своему, то есть знаками за отличие в службе. Но как-то все скрыто в этой истории. Перешли на какое-то бытовое общение. Это вы о чем расскажете? Это не для пресса. Самое интересное было в том, что когда мы снимали этот репортаж, преступники находились рядом и смотрели, когда велась видеосъемка. Ничего себе. И в результате видеосъемки запись тех, так сказать, свидетелей, которых оказалось, среди них находился преступник. И раскрываю вам тайну, что мы практически по этой видеосъемке определили данное лицо. И потом долго между собой размышляли, почему я и сказал. Потом долго пришлось обсуждать этот вопрос. Долго и продуктивно. Есть, есть. Всегда было ведь не только нормальное взаимодействие, но и дружба, да, правильно? Есть, есть. И это все до сих пор остается в такой нормальной позиции. Как сегодня вы вспоминаете вот это взаимодействие? Насколько было легко работать? Вы знаете, когда знаешь от того или иного сотрудника, узнаешь его по телефону, легко и просто было работать. В том числе, что при любом совершении какого-то противоправного дня, исчезновении граждан, приходилось обращаться за помощью. Естественно, в телерадиокомпанию для того, чтобы срочно была оказана помощь в поиске какого-то гражданина или несовершеннолетнего. Тогда мы напрямую созванивались, договаривались и тут же получали информацию, запускали ее в реферию. Она мгновенно уходила, что позволяло в кратчайшие строки обнаружить того или иного лицо, которое по каким-то обстоятельствам в настоящее время мы не могли найти, и быстрее найти его, и, может быть, предупредить более тяжкие последствия, которые могли бы наступить. Вот такое взаимодействие напрямую всегда оказывало нам помощь. И практически, когда проводились массовые мероприятия, всегда вот профилактическая работа, особенно вот в канун, как и теперь я вспоминаю, мы вели репортаж перед новогодними праздниками, когда усилены варианты, вся милиция работает по этому усиленному варианту. Вот информация для наших горожан и гостей нашего города позволяла, может быть, не только предупредить какое-то, но и указать людям, куда направляться, где коридоры образованы, где рамки для прохода, где проходить будут мероприятия. Не допустить, может быть, где располагается медицинская помощь, если в крайних случаях. Это была большая помощь и большое подспорье для нас, для всех правоохранителей при проведении массовых мероприятий. А это большое подспорье и помощь, которую нам оказывают. Поэтому я всегда был благодарен сотрудникам телерадиовещательных компаний, потому что у нас это взаимодействие было, вот так сказать, как на одной ноге сегодня же с любыми из тех, кто работал, можно было позвонить, и вся чешская помощь всегда оказывалась. Ну и вы сами звонили, даже будучи большим руководителем. В обязательном порядке, потому что то, что мы делали, это действительно большой вклад в обеспечение безопасности нашего города и в целом области. Иван Владимирович, вот я знаю, что в следующем году вы будете отмечать свой юбилей, 60. Вы родились в Гродненской области, учились в Гродно, работали в Гродно, никогда не было желания уехать? Я думаю, что было много предложений, может, даже каких-то столичных. Вы такой вот патриот полный, только свое. Наверное, вот в этом вся суть, либо в чем? Я вообще-то рад, что вы так тонко знаете даже всю мою биографию. Ну, естественно, понимаете, там, где родился, говорят... Там и пригодился. Да, поэтому эта область была и остается и будет всегда моей родной областью. Я, наверное, как один из тех в то время молодых парней по зову сердца пришел работать в органы внутренних дел, потому что вся молодость и юность моя прошла здесь, на Гродненской области. Родители, мои, к сожалению, не покойные, воспитали меня в порядочной добросовестности и доблестном отношении к труду. Я всегда так говорил. И когда пришел работать, начиная с рядовых должностей, прошел практически все службы. Все время, 23 года я проработал в отделе внутренних дел Ленинского района города Гродно. Потом работал в Октябрьском отделе внутренних дел, руководил райотделом. Ну, и потом в течение ряда лет был первым заместителем начальника УВД и работал практически на оздоровление оперативной обстановки по всей области. А время было непростое, поэтому хватало всяческих забот, хлопот. Но я всегда понимал то и всегда говорил, «Тот, кто работает, того получается результат». Поэтому отдал этому городу. И ни о чем не жалею. И ни о чем не жалею. Теперь в органах внутренних дел работают и служат мои, так сказать, последователи, мои ученики. Я горд за них. Последние даже вот те преступления, которые раскрывают, которые не успели мы с прошлых лет раскрыть, это вот убийство одной из жительниц нашего города в районе Мадресного массива Грандича. Когда мне мои, так сказать, ученики сообщили, что вот Иван Владимирович, то преступление, о котором вы, может быть, спрашивали, но не хватило, может быть, времени его раскрыть, раскрыто, я горд за них, потому что это последовательно. Значит, я не зря проработал, сделал. Много для города Гродноя в целом, и всегда буду поддерживать. Ну, а вам скажу, что в городе Гродноя я живу, мне очень нравится наш город, и я теперь не остаюсь в стороне от тех вопросов, которые проходят. Если какую имею оперативную информацию, у меня много еще осталось оперативных позиций, я всегда коллегам своим звоню и сообщаю им о том или ином вопросе, которые иногда оказывают содействие даже теперь в раскрытии преступлений. Какую оперативную информацию вы расскажете о 50-летии телерадиокомпании Гродно, и что пожелать в этой части? Вы знаете, я хочу в первую очередь вот с этим юбилеем 50-летием поздравить всех ныне работающих на телерадиокомпании, ветеранов, тех, которые внес большой вклад в, может быть, укрепление не только экономики нашей области и в целом на республиканской области. Но все тоже прогрессивно и лучшее, что сделала телерадиокомпания для нашей области. Вы знаете, наверное, нет таких людей, которые не смотрят и не видят тех направлений, направленных позиций и передовых позиций, которые ваши телевидения показывают. Я с удовольствием сам смотрю и всех всегда говорю, посмотрите, как сегодня развивается наш город, что самое красивое, где-то какие-то вопросы возникают, как на социальном, так и на культурном уровне. И все это благодаря нашей телерадиокомпании. Поэтому всех с праздником, здоровья, благополучия и удачи. По-мужски. Спасибо большое. Спасибо, Иван Владимирович. Спасибо большое. Камера смотрит мир. Миллиарды людей узнают его с помощью телевизоров, тусклые окраски которого можно было рассмотреть только в темных помещениях. Увеличивался размер экранов, улучшалась яркость, четкость и контрастность. В 80-е годы – период профессиональной зрелости белорусского телевидения. Для Гродненской областной телестудии – это переломный период. Техническое развитие студии шло очень быстро. Буквально каждые пять лет сменяются целые поколения телевизионной аппаратуры. С 18 мая 1980 года передача областного телевидения начинает выходить в цветном изображении. Было так называемое турели. В турели это несколько объективов стояло со статическими фокусами на расстоянии. И уже потом появилось оборудование «Большая Москва», когда уже варьи объективы появились, когда уже можно было наехать-отъехать. И тогда уже картинка стала очень так более живая. Ну и наконец-то где-то после Олимпиады к нам пришло цветное телевидение. Это первое цветное телевидение нам. И тогда эта, конечно, картинка была просто фантастическая. Это событие по праву считается революцией в сфере вещания. А значит, меняются и форматы передач, меняются сюжеты, начинается настоящий рассвет журналистской работы. Сформировался костяк. И эти люди действительно вот просто фанаты. Просто фанаты. Они работали и ночами, и мы сидели, монтировали, потому что техники было мало, надо было друг за другом, быстро, оперативно все это делать. Поэтому как бы вот с полной отдачей. И этот костяк, он остался на очень долгое время. Программы были в записи. Ну, мы старались приглашать тружеников села, передовиков производства. Тогда работали все предприятия, заводы. Приглашали выдающихся спортсменов, художников, актеров, творческую интеллигенцию, ученых. Ну и, конечно, не забывали о детках. Талантливых детей всегда у нас было много. В составе Гродненской студии было шесть творческих редакций. Пропаганды, народного хозяйства, молодежного и детского вещания. Редакция литературных, художественных и музыкальных передач. Информации и редакция выпуска программ. Когда поступили эти камеры цветные, то и преобразилось отношение и редакторское, и режиссерское, и операторское. Потому что нужно было совсем по-другому работать. Уже трансфокатор появился, но трансфокатор это уже тоже имеет. Не только смена быстро кадров, ближе, дальше или наезд, отъезд, но это и внутрикадровый монтаж трансфокатора. Поэтому тут уже ответственности больше ложилось и на оператора, и на режиссеров. И редакторский замысел должен был осуществить редактор вместе с оператором. Много постановочных передач, но хотя и была редакция для этого у нас, музыкально-драматическая, которая делала очень много передач, как и театральные, показывают спектакли, и вечерки-то были, и детская передача, которая тоже постановочная были передача, которой с детьми нужно было работать тоже, концерты и все прочее. То есть процесс улучшился. Внедрение цветного ТВ-вещания ознаменовало определенный этап развития телевидения. Казалось, что достигнут максимум. Создать эффект присутствия, усилить эмоциональное воздействие телевизионного изображения на зрителя – это было задачей каждого сотрудника. Чтобы создать такую обстановку тепла и уюта, у нас работали художники-оформители. И они очень старались, чтобы было гостям комфортно. А изготавливали декорации из подручного простого материала – картона, фанеры, тканей всевозможных, бумаги. Что-то клеили, красили, что-то сбивали, какие-то декорации гвоздями. Но на выходе все это выглядело очень достойно. И даже трудно было понять, из чего вообще оформление студии изготавливали. Знаменательной вехой этой десятилетки стало введение в 1984 году в эксплуатацию Гродненской телевышки. Конструкция телевышки считается одной из самых технически сложных не только в Беларуси, но и на всей территории бывшего Советского Союза. Высота ее составляет 254 метра. Продолжаем, друзья, программу. И, кстати, смотреть ее могут спокойно лица, которые заплатили налоги. А если вдруг у вас с этим проблемы, знайте, теперь все это дело можно сделать дистанционно и также спокойно смотреть программу, вы можете вместе с нами. А знаете почему? Потому что гость у нас необычный, вернее, гостья. Ну, называют наша женская половина, нашу гостью Маргарет Тэтчер по Гродненске. Но я думаю, что это совершенно не так. Лидия Михайловна, милый, замечательный человек. И наш большой друг, начальник инспекции Министерства по налогам и сбору Республики Беларуси по Гродненской области, Лидия Михайловна Семашко. Здравствуйте, Лидия Михайловна. Здравствуйте. Но то, что вы на телевидении часто, это, наверное, замечают не только зрители, но и наши сотрудники компании. И вы всегда приходите с удовольствием, и у вас всегда много информации. Почему так? Вы знаете что, я, конечно, хочу сказать, что переоценить роль телевидения на сегодняшний день вообще сложно, потому что это источники информации. И, конечно, безусловно, самое главное, чтобы информация своевременно доходила до наших налогоплательщиков, до наших граждан. И, естественно, когда мы сегодня говорим о налогах, самая главная задача, которая была и остается, это повышение налоговой культуры граждан. И когда мы сегодня своевременно доносим эту информацию об изменениях налогового законодательства, о том, как применить те или иные формы, значит, налогообложения, как изменилось законодательство, напоминаем сроки уплаты налогов. Эта информация своевременно доходит до населения, и, естественно, повышается налоговая культура наших граждан. И об этом, конечно, свидетельствует то, что на сегодняшний день 96% наших налогоплательщиков платят налоги в добровольном порядке. Это, наверное, и наш вклад в какой-то степени в это. Но вот некоторые судят по тому, что человек приходит часто, допустим, на какие-то эфиры, думает, вот покрасоваться или нет. Для меня совершенно другой показатель. Если человек идет, значит, он профессионал, значит, он умеет донести информацию, значит, он знает, что ему сказать. И не эта цель совершенно преследуется. Вот Лидия Михайловна действительно придет, у нее всегда есть что сказать, и всегда, не поручая, не перепоручая каким-то сотрудникам, придет сама, и все досконально. Как вы готовитесь к эфирам? Вы знаете что, как бы, во-первых, что знаю законодательство, и мне это несложно. И есть опыт работы, потому что очень много лет приходилось работать и читать, как бы, о налогах, именно налогоплательщикам лекции, семинары проводить, круглые столы. Поэтому это все просто, оно уже в голове. Но я хочу сказать, что на протяжении всех этих лет меня поражала работа ведущего. Именно то, что ведущий, человек, который не с ведущим налогах, но диалог ведет, например, со мной всегда, как настоящий налоговый инспектор. То есть вживается в этот образ. И кроме того, меня очень поражало еще то, что сегодня нам, налоговой инспекции, не нужно было приглашать сегодня телевидение или говорить и звонить, уже телевидение само знает, например, накануне 15 ноября, что обязательно нужно говорить об имущественных налогах. Или накануне 1 марта о декларации о собакупном годовом доходе. Или накануне 1 числа о задолженности по налогам. Поэтому сложились вот эти давнешние взаимодействия по вопросам повышения налоговой культуры. И поэтому как бы все это было просто. И еще меня всегда поражало, когда был прямой эфир, всегда была передача наполнена вопросами. И вопросы были из жизни зрителей. И мы понимали, что именно это волнует наших налогоплательщиков, наших жителей города Гродно. То есть таким образом мы создавали имидж и телевидения, и налоговые службы, и вообще всех налогоплательщиков нашей области. Что может заставить не прийти на эфир, допустим, сотрудников налоговой инспекции? Или здесь не может быть возражений? Если завод, значит... Нужно идти? Вы знаете, что это обязательно. Это просто беспрекословно. Потому что это наша задача, самое главное, говорить с налогоплательщиками. Мы понимаем, чем больше мы говорим, тем больше результат. И мы сегодня видим эти результаты, когда, например, те же декларации о собакупном годовом доходе с каждым годом людьми добровольно предоставляются где-то на процентов 20-30, больше с каждым годом. И за все эти годы практически уже все граждане приходят и сдают декларацию до 1 марта. О чем это говорит? Все-таки о том, что мы добились успехов. И об этом надо говорить. И если изменяется законодательство, то мы его должны своевременно довести до нашего населения. Когда-то Уинстон Черчилль говорил, что кто владеет информацией, тот владеет миром. И именно вы, телевидение, помогаете нам именно решить задачу с тем, чтобы законодательство о налогообложении было доведено своевременно в полном объеме, и чтобы это дало определенный результат. Наполнение доходной части бюджета. Вы всегда в курсе всех изменений, все эти нормативные акты, документы. И при этом вы всегда отлично выглядите. Вы на самом деле украшаете эфир. Я ожидал, что должен быть женский вопрос. Хотя это должен был сделать комплимент мужчин, но оно пришлось взять инициативу на себя. Я поняла по глазам. Как вы успеваете все? Вы знаете что? Получается, что я не могу смотреть много телевидения. Смотрю основные программы. Но я как бы не жалею своего личного времени. Я должна почитать. Я должна все это услышать. Новости. И как бы я лучше своим временем пожертвую. Встану утром рано в 5 часов 4, если мне это надо. Но я все равно должна быть в порядке. Потому что любой руководитель должен выглядеть таким образом, чтобы все подчиненные и вообще все, кто будет смотреть телевидение, чтобы они видели, что руководитель не только знает налоги, но и выглядит нормально. Лидия Михайловна, может быть, каких программ все-таки вам не хватает, кроме, допустим, программ с участием налоговых инспекторов, чтобы вы еще с удовольствием могли бы смотреть по телевидению? Вы знаете что? Я вообще смотрю все и правовые передачи. И очень приятно то, что именно на телевидении освещаются все именно стороны экономической, политической, социальной жизни страны. Конечно, может быть больше позитивных таких передач, которые касаются каких-то особых, значит, достижений в области культуры. Большей передачи о самом городе Гродно, чтобы каждый человек города Гродно знал историю его, чтобы говорили именно о достойных людях нашей Гроднинщины, чтобы люди знали их в лицо и, как бы, и, естественно, относились к ним особым уважением, особенно к тем людям, которые вносят значительный вклад в развитие нашей Гроднинщины, в развитие нашего города Гродно. Ну и, наверное, с надеждой мы не можем не напроситься на поздравления и на какие-то комплименты, если они у вас, конечно же, есть. Мы надеемся, что есть. Вы знаете что? Я хочу сказать, что у вас такой замечательный юбилей. Вообще, если сравнивать с возрастом человека, то это вообще зрелый возраст. А что касается телевидения, то я хочу сказать, что это уверенный, зрелый возраст и свидетельство вашей жизнестойкости, потому что беспрерывное вещание на протяжении многих лет. Я сегодня могу с теплотой говорить о предыдущих телеведущих, это о Галина Карипиде, о предыдущем руководителе, значит, Владимире Борисовиче Перцову, который сегодня является директором канала «Мир», о Николае Николаевиче, о Максимчике Ольге, потому что сегодня с вами динамично и успешно развивается телевидение. Конечно, я хочу вам пожелать дальнейшего именно успешного, плодотворного развития, именно креативного развития, чтобы у вас было много именно новых проектов. Конечно, хочу пожелать финансового благополучия и финансовой стабильности именно вашему предприятию. А, конечно, каждому работнику телевидения, кого мы видим в кадре, и еще большому количеству, которые за кадром, я хочу пожелать здоровья, благополучия, именно творчества, именно вдохновения и позитива, и, конечно, удовольствия от радости от такой любимой работы. И, конечно же, обязательно безграничной популярности у наших налогоплательщиков и вообще у граждан в родной миссии. Спасибо, Лидия Михайловна, спасибо и вам, всего самого доброго. Спасибо вам, до свидания. Девяностое. Время свободы, мечтаний, надежд и перемен. Их недаром называют лихими, ведь их дыхание почувствовал каждый, кто жил в то время. На руинах бывшего Советского Союза строилась новая страна с новыми порядками и новыми героями телеэфиров. Девяностое. Время свободы, перемен, мечтаний и надежд. Недаром их называют лихими. Эти годы были огромным испытанием для каждого, кто жил в то время. Строилась новая страна с новыми порядками и новыми героями телеэфиров. Лихие девяностое. И, конечно же, это было что-то. Лихие 90-е – это был переход телевидения от сценарного, такого, знаете, вот, начитанного на камеру, с выражением, нельзя было ступить сценарий, переход к прямому телевидению и свободному. Это начало программы «Пятница». Это пожар на студии основной. Мы выходили с радиодома. Выходил Борис Иванович Мещеряков, оператор своей маленькой камеры. Это всевозможные митинги, всевозможные забастовки. Гремели посудами, костюлями, ходили все вокруг горосполкомов, обусполкомов. Это был период такой. И «Пятница» должна была все это отразить. Все происходящее в области оперативно освещалось в программах Гродненского телевидения. Все аспекты жизни находили свое отражение на телеэкране. Живой, заинтересованный разговор со зрителем в прямом эфире был его ежедневной особенностью. А ведущие телеэфиров становились настоящими звездами. То, что не было сценария, то, что было по письму. В основном мы делали по письму. И люди почувствовали эту обратную связь телевидения. Ведущий, журналист, который приезжает к ним в деревню, приезжает к ним на поле, где-то что-то, где плохо, где очень трудно, где людей обманывают, где людей просто не признают за людей, где просто такая критика живая. И была очень резкая критическая передача. А людям что надо? Только это и надо. И они нам писали, звонили. Это вот такая вот обратная связь, которая потом очень сыграла ей отрицательную роль. Даже нельзя было выйти просто на улицу. Сразу тебя все заходили, а у нас вот это, а приедете к нам, а вот это, а вот это, а вот это. В общем, такое вот было, такое время было, такое вот этой программы. Мне очень запомнился момент вот такого, знаете, трепетного отношения к эфиру. То есть все, что делалось в эфире, это было свято. Это касалось и видеокартинки, это касалось и произношения, и многих других вещей. Наверное, именно поэтому тогда проводились очень серьезные кастинги. Я лично прошел очень серьезный кастинги. Меня не только смотрели визуально, но и слушали еще, насколько мой голос ложится на радио, эфир, на микрофон. К тому же проводились так называемые тракты программ, телевизионных программ. То есть прежде чем программа выходила в эфир, проводился полный ее прогон, без выпуска на широкую аудиторию. Для чего? Для того, чтобы посмотреть и свет, и картинку, и еще что-то. И, может быть, попутно убрать какие-то огрехи в тексте, чтобы посмотреть это свежим взглядом. 90-е. Время создания программ нового формата. Возможность свободно экспериментировать. Совершенствовались классические формы вещания, вместе с тем неустанно искались новые. Все привыкли, что есть такие вечерние ток-шоу. Тогда это слово-ворожение еще даже не предусматривалось. Ну, а мы сделали такую студию информационно-музыкальную. И программа тоже, она была час-полтора часа в прямом эфире шла. И в этой передаче, ну, как бы, срез всего телевидения я хотел показать. То есть там были и новости, там были и музыкальные какие-то вещи. И там были встречи с интересными людьми. И какие-то публицистические сюжеты в этой программе были. Реальность требовала новых подходов ко всему. Менялся не только формат ТВ, но и качество изображения. В середине 90-х, после того, как Комитет по теле- и радиолещанию при Гродненском облсполкоме был переименован в Гродненское областное телерадиообъединение, началось активное техническое перевооружение студии. Видеотехника, это по тем временам, когда люди снимали кино, и когда совсем другое представление обо всем киношном процессе, хотя оно, в принципе, одинаковое представление, но видеокамера, она, многие у нас операторы, ну, вообще многие считали, что нажал, и она сама снимает камеру. Ну, это большое заблуждение. Здесь вообще должно быть четкое разграничение именно по кадрам. А в то время еще у нас штативов не было. Мы тогда еще снимали в ручном режиме, все с плеча и с плеча, и поэтому здесь надо было очень четко чувствовать темпо-ритм, кадр, остановку, отъезды. В 90-е время кинопленки ушло навсегда, уступив свое место современным технологиям. После появления техники формата «Битакам-СП» у гродницких журналистов появилась возможность снимать и монтировать программы на уровне мировых стандартов. Ну, конечно же, не обходили вниманием мы и спорт, и одним из частых собеседников и гостей нашей студии был самый, пожалуй, известный футболист и тренер гродичный Сергей Солодовников. Сегодня он также у нас в гостях. Сергей Витальевич, здравствуйте. 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 А вам? Ну, не малиновый пиджак, конечно же. Но эту историю журналисты вспоминают с удовольствием. А как вы вспоминаете журналистов? Тепло ли? Ну, я не знаю. Вы знаете, что, конечно, мы очень часто общались с журналистами, потому что футбол как бы журналисты не обходили. Но это тема, которая волнует тех и интересует. Я не знаю, не каждый хотел встречи с журналистами, потому что все потели, все краснели, поэтому тут не все было настолько вот искренне, настолько было как бы раскрепощенно. Поэтому в целом это, ну, это был праздник. Это вот когда мы готовились к этим встречам, мы знали, что надо говорить, вот, хотели, чтобы тебя услышали. И поэтому вообще мне сегодня у вас приятно находиться, потому что на самом деле, по большому счету, я, наверное, не заслуживаю тех вот, как бы, того уровня спортивного достижения, которые есть у наших гроинских спортсменов с других видов спорта. Но футбол – это спорт номер один, и поэтому мы в этом футболы... Вы так скромно о себе говорите. ...наследили, у нас только было много зрителей, поэтому я очень рад к вам сюда приходить. Николай Николаевич у нас у меня интервью брал, он такой был интересный, высокий, стройный. Жизнь, понимаете, побила уже. Такие вопросы были такие нестандартные. Запомнили какой-нибудь каверный вопрос? Да, ну, самый для меня такой вот вопрос был про супругу, вот как там, вот, а у меня там были такие вопросы. Я боролся за свою женщину, вот, и поэтому я тогда там что-то там выдумал такое, для того, чтобы хорошо выглядеть. Потому что обычно спортсмен по-разному к нему относится. У нас была честность, честное отношение к футболу, к игре, к Гродной, и поэтому нас любили и телерадио. Но вообще, я прошу прощения, мне очень любопытно, а вообще вы более склонны давать интервью мужчине-журналисту, либо женщине? Ну, я склонен давать интервью интересному журналисту. Мне очень нравится давать интервью людям, которые бы не были запрограммированы вопросы, чтобы людям было интересно, которые меня услышали бы. Вот это мне, я хочу донести что-то. Не просто сказать, как сыграли, но выиграли. Вот, каламбур с малиновым пиджаком тоже неплохой был. Какие планы на следующий сезон? Какой будет пиджак? Какие планы на следующий сезон? Это все такое вот, как бы... Стандартное. Стандартное. Да, и я хочу уходить от этих стандартов и поговорить так, чтобы было интересно. Поэтому многие вопросы слушаешь, и ты уже знаешь или читаешь интервью тренеров, ты слышишь вопрос, ты уже знаешь, как он ответит. Поэтому мне интересно с теми журналистами, которые на самом деле задают интересные и такие вопросы, которые волнуют людей. Ну, футболисты, как правило, да, они не настолько красноречивы, да? Вы исключение. Вы исключение в этой части, и всегда как-то даже бывает витиевато говорите и отвечаете. Это... Почему так? Вы человек такой расководый, или вы как... Не, может быть, я скрываю что-то. Хочется понять. За этой болтовнью, может, что-то скрываю. Но если говорить откровенно, да, то я всегда себе задавал один вопрос. Если я прихожу к людям, я должен знать, что сказать. И если есть тебе что сказать, то если ты в это дело вкладываешь душу, то, естественно, ты найдешь все слова. А уже собрать слов, ну, самое главное, чтобы тут, конечно, очень много от журналистов в этом плане зависит, чтобы он расслабил своего собеседника. Может быть, в этом плане футболисты немножко так вот зациклены в каких-то своих каких-то рамках. Вот. Но по большому счету, если человеку есть что сказать, он всегда найдет слова нужные. Мне кажется, нам нужен какой-то кабинет релакс, чтобы гости перед эфиром немножко расслабились потом в эфир. У меня семья. Есть такой. Но вы волнуетесь обычно перед интервью? Вот потому что мотивация отказов зачастую, да, люди отказывают, потому что волнуются, но они об этом не говорят. Придумывают всякие причины, на самом деле волнуются. Вы волнуетесь? Ну, я скажу, что я всегда волнуюсь. И перед матчами волнуюсь, перед интервью, наверное. Ну, это такое пристартовое волнение. Я научился преодолевать его. Это как бы такой спортивный, один из спортивных принципов. Если ты хочешь выходить на поле, то ты должен волноваться до выхода на поле. А уже когда ты выходишь на поле, ты должен просто научиться людям показать то, что ты умеешь. А там уже хорошо или плохо, только уже сами зрители оценят. Но насколько откровенно вы отвечаете журналистам? Постоянно откровенно. Хорошо, какие еще? Это одна из тех черт, которые, может быть, и не надо так говорить, если честно. Но поэтому стараюсь очень откровенно. Ждем откровенности дальше. Какие споры еще вы проиграли? Споры? Я скажу так, что... И споров я много проиграл. Но таких вот серьезных, показательных. Ящик и Ника там, да? Нет, ну вот, допустим, вчера играл... Нет, не вчера, в понедельник. Нет, во вторник. У нас вторник-четверг, мы тут бегаем в футбол, играем с молодыми футболистами нашего поколения. Там Таращик, Коваленок, Борисейко, Кирень. Вот мы в своей компании собираемся, играем в футбол против молодых. Ну и там одному молодому футболисту, он ко мне сам подошел и говорит, давай, кто больше забьет, тот будет отжиматься. Я говорю, ну, так, конечно, я больше его забью. Но он забил на 5 голов больше, поэтому я 50 раз отжимался. Это тоже такой спор. Я напоминаю нашим телезрителям, что Сергею Витальевичу совершенно недавно исполнилось 60 лет, чтобы понимали уровень физической готовности. 50 раз отжался просто так. Просто у меня команда была немножко неподготовлена. Поэтому мы в этом плане... Нет, если говорить серьезно, то молодежь, они должны обыгрывать нас. Это в этом даже нет сомнения. Какие у вас, может быть, ассоциации с телерадиокомпанией Гродно, с областным телевидением? Вот что вспоминается в первую очередь? Ну, мне в первую очередь, в первую очередь, так что, пускай, мне в первую очередь, что это дополнительная ответственность перед матчем, когда мы знаем, что этот матч снимать будут. Вот это ноги сами бежали. Вот телевидение дает драйв этому спорту. Если оно умеет правильно его показать, любой вид спорта, это дополнительный стимул, это дополнительный адреналин для футболиста. Вот для меня лично, вот если я, лично мое, такие воспоминания, то воспоминания, то, что тебя будут снимать, ты должен играть еще лучше. Не всегда получалось лучше, но вот такое даже при стартовом волнении увеличивалось, и ответственность появлялась. Вам никогда не хотелось быть спортивным комментатором либо комментировать футбольный матч, например? Нет. Вот это однозначно нет, потому что я сейчас, у нас очень много в футболе появилось тренеров, которые начинают всех учить, людей, которых на кухне там сидят, которые на диванах лежат, они всех и учат играть в футбол. Теоретики, да? Да, все такие. Тренер должен тренировать. Тренер должен в своей компании, он может рассказать, что ты думаешь, как надо строить работу. А для людей надо уметь преподнести этот продукт, надо для людей уметь показать это все, надо уметь даже красиво это самое рассказать, может быть, с каким-то таким вот... Он должен быть болельщиком, он не должен быть профессиональным... Он профессиональный спортсмен, может где-то там какие-то, может быть, просто дополнять какие-то функции, какой-то очень много там на матче и арене, россияне там очень много делают, может быть, и здесь это надо делать обязательно, потому что это идет реклама. Вот как реклама, я готов приходить и футбол этот развивать, и что-то предлагать. А в плане профессионального, мне кажется, есть свои узкие группировки, где мы это все обсуждаем. Но в продолжение темы карьеры, я не могу не спросить, что происходит в Лиде, в футбольном клубе? Было 14-е место в турнире, на таблице в прошлом году, сейчас 4-е, рывок колоссальный. Да, но мы сделали, на самом деле, очень серьезный рывок, и очень мы хотели показать, что можно в Лиде, не вкладывая больших денег, можно, на самом деле, добиться серьезного успеха. И успех даже не в том, что мы с 14-го поднялись на 4-е место. У нас разница между 5-м и 4-м местом, 17 очков. У нас, может, после первого круга было 10 очков разрыв от 3-го места. И мы сократили этот разрыв до 1-го очка. То есть нам 1 очка не хватило, чтобы можно побороться за тройку. Но это все положительное, это все доброе. Но на следующий год наступают какие-то грустные времена, и поэтому я, если честно, не хотел бы в ваш праздничный день говорить вот об этом. Давайте мы о праздничном. Наверное, что хочется пожелать телерадиокомпании Гродно? Может быть, каких-то идей или что-то у вас есть, какие-то предложения к нашему юбилею? Ну, мне хочется пожелать, чтобы вы у людей научились, ну, как, ну, вы это, наверное, умеете, доставать сердце, доставать искренность, доставать честность, чтобы они у вас были здесь интересными. Вот, если они будут интересными, то тогда вам не надо, вам только надо приглашать таких людей. И сама телерадиокомпания будет сама процветать, и мне вообще приятно у вас находиться. Вас поздравляю. Спасибо. От всего футбольного клуба «Неман» и футбольного клуба «Лида». Вот, и желаю вам процветания. И вам надо расти, потому что телевидение – это реклама, это вообще реклама всего спорта. Спасибо. Спасибо, Сергей Витальевич. Спасибо. Ну, и вас тоже. Спасибо. А мы продолжаем программу, и далее у нас подарок, причем музыкальный и очень красивый. Подарок от коллектива, без которого не проходит ни одно городское мероприятие. Итак, в студии телерадиокомпании «Гродно» оркестр МЧС Погронинской области с поздравлениями для нас. Ну, а после следующая пара ведущих – Анна Руда и Ярослав Чичин. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон» 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 Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон»